здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика мы сегодня с вами вяжем кардиган от брунелла кучинели вот такие вот я нашла фотографии видео у него на сайте красивый кардиган такой воздушный ажурный нашими прекрасными любимыми листьями в этом сезоне полюбившиеся мы жилет вязали вязали этим узором вот значит вязала я девчонки на большой размер сразу давайте сразу я скажу то что я хотела сказать девчоночки у меня большая огромнейшая к вам просьба пожалуйста будьте активными канал находится в теневом бане что очень плохо его никто не видит вот поэтому мне очень нужна ваша активность я безумно вам благодарна что вы у меня все есть я вас люблю ценю каждого из вас пожалуйста лайк комментарий поделиться делитесь где-то чтобы новые люди о канале узнавали пожалуйста я вас очень прошу это единственная моя просьба пусть это будет такой маленькой оплатой моего труда ваша активность вот так поехали дальше значит кардиган девчонки я вяжу на заказы вижу вот из вот такой вот прекрасная пряжа это что-то невероятное первый раз в жизни держу в руках такую пряжу я конечно это мне дали ее здесь люрексовая ниточка альпака здесь я так понимаю в составе вот но я буду ориентироваться на бюджетную пряжу если у вас есть возможность заменить чем-то классным замените вот я вижу из-за этой но говорить я буду о пряжи в общем которую я вам рекомендую бюджетный вариант значит бюджетный вариант это лана голд по 700 5 нитей лана голд плюс в одну нить это 140 метров 100 граммах ориентируемся мы на 140 метров 100 граммах значит лана голд у нас 49 процентов шерсть 51 акрил вот и это потеплее пряжа такое и подороже чуть-чуть среднего такого по средней категории из бюджетной это супер лана супер лана классик в две нити и супер лана миди в одну нить 170 метров 100 граммах супер лана миди это будет такой полегче кардиганчик значит там у нас 25 процентов шерсть 75 акрил вот по весу по весу девчонки полтора килограмма не прогадаете вот у три упаковки берете и не прогадаете так я вижу значит большой размер мой размер длина 110 сантиметров ширина 70 длина рукава 75 от горловины и 45 самого рукава что касается плотности вязания значит плотность вязания я не по петлям говорю я по рапортом говорю вот один рапорт вот от косички включая косичку у меня 13 сантиметров высота рапорта 19 сантиметров вот размер можно корректировать взят тоньше спицы либо толще спицы плюс-минус если будете убирать или добавлять вот эти листья то нужно путь по два рапорта чтобы это было и на спинку и на переднюю деталь по одному рапорту чтобы минимально путаться дам тогда у вас совпадет вот эти мои сокращения горловины и ну да горловины и выреза v-образного передней детали значит расход я сказала полтора килограмма плотность сказала спицы спицы с четверочка я вязала резинку и шестерка я вязала основную деталь значит да еще набор а по узору девчонки узор вот у меня сохранилась к счастью сохранился узор из жилета нарисованный я проходить не буду по как бы по самому узору по петель на он есть видео видео с жилетом с этими листьями минута 13 25 13 минут 25 секунд это в этом видео вы найдете и по петель на свяжите этот узор если если вы вам мало схемы я думаю вам достаточно схемы что касается в круговой там мы будем рукавчик вязать то я буду останавливаться на нюансах круга кругового вязания этого узора в поворотных рядах вот пожалуйста в то видео там вопросы были вот я отметила по как бы по этим сокращением вот эти вот две вместе девятнадцатый ряд особенно несколько человек спросила поэтому я оговариваю сейчас вот это начало и конец ряда если это сокращение в средине ряда то это три вместе вот она соответствует вот этому вот она сокращение а вот это соответствует эта вершина этого листика вот она то есть три вместе в средине ряда нет только в начале и в конце 2 вместе так поворотные ряды я буду оговаривать ну принципе все 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 сказала а еще набор петель набор петель тоже мой любимый качели итальянский набор под видео в описании будет ссылочка все полезные ссылки на спицы на пряжу в украине на мой инстаграм подписывайтесь девчонки на мой инстаграм я там показываю все ваши работы в stories обязательно выкладывая с вашими ссылочками на ваши странички вот подписываемся ну и смотрим мастер-класс детали вяжем и все вместе планка у нас здесь передняя деталь задняя деталь в общем набрала я двести одну петлю что в ней в нее входит 10 рапортов плюс вот эти вот цель навязанной планки вот первый раз такую вижу чулочной гладью вот так и будем вязать как у нас в оригинале вот значит у нас 10 10 и 181 это 10 наших раппорт а у меня размер большой поэтому не пугаемся значит что я сделала я набрала петли способ так как на рукаве один ряд провязала вот видите и здесь резинкой далее 10 петель отдел длила чулочная гладью лицевую на лицевой стороне то лицевые петли на изнаночной изнаночной и в начале и в конце вот чулочная гладь это две наши планки по 10 петель включая кромочную посрединке вяжу резинкой один на один и итак продолжаю 5 сантиметров вот я провязала 9 рядов резиночкой и теперь продолжаю вязать здесь планочки а здесь я распределила 10 раппортов вот они так у меня прекрасно вписались вот первая петля последняя петля и точно также первая петля раппорт она примыкает как бы к планке ну там она будет провязываться 2 вместе но тем не менее она как бы вписывается планку то есть планка у нас плавно переходит в основной узор так я так я повторюсь 10 раппорта у меня 9 рядов резинки вот и пришла я вот первый ряд провязала толстой спицей меня и и вот эту вот и далее продолжаю просто наслаждаться вязать ровно ровно в моем случае девчонки вот сколько мне пряжа позволит хотелось бы конечно сделать до пола но не знаю насколько это получится так мои хорошие вот моя заготовка провязала раз два три три с половиной лепестка вверх вот то есть у меня до проймы здесь раз два три и половинка но я правда не получается вот при этом расчете при этом раскладе у нас два с половиной раппорта на переднюю деталь приходится и как раз через три столицы значит два с половиной сюда в сторону это раз два вот вот она это петля центральная давайте я буду помечать маркетом и вот это вот тоже вторая полочка два с половиной аэропорта 1 2 ну да и в промежутке у нас получается 5 рапортов в промежутке он до промежуток это наша спинка проверяем раз два три 4 теперь что у нас здесь высоту то есть здесь у нас два с половиной рапорта здесь у нас два с половиной рапорта здесь у нас пять рапортов это ваши 10 рапортов которые мы набирали на плюс вот эти вот в планке они относятся к передней детали теперь что я буду делать вот сейчас у меня если три с половиной рапорта я сейчас нахожусь скажу в таком ряду если смотреть на схему то это семнадцатый ряд вернее сейчас у меня 16 ряд изнаночный и что я буду делать вот смотрите в шестнадцатом изнаночном ряду я из вот этих вот помеченных то есть поняли да какую петлю мы помечаем вот она петля длина сейчас надо моя составляет сейчас 72 сантиметра и сейчас я из вот этой вот помеченной петли буду делать 4 петли потому что нам нужно из добавить 3 петли это значит чтобы разделить наше вязание на перед две полочки и спин при этом не потеряв рапорт нам нужно сделать вот эти вот добавление и для этого в семнадцатом ряду в шестнадцатом ряду рапорта по схеме я буду это делать то есть здесь у нас еще еще нет добавления мы будем делать следующем ряду об этом шестнадцатом я просто добавлю по по три петли если вы у нас не было вот этого узора этого делать возможно и не надо было бы но нам нужно нам нужно сохранить узор и чтобы все было красиво максимально как бы адаптировать этот кардиган чтобы все было красиво вот она наша петля видите здесь я изнаночная провязываю одну изнаночную накид 3 изнаночная значит изнаночная накид изнаночная и 4 я провязываю из задней вот этой вот стенки и вяжу до следующего маркера высоту еще мы будем вязать полтора раппорта это на вход в рукав так и вот она наша еще одна петля здесь вяжем изнаночную накид изнаночная и 4 за заднюю стенку и довязываем до конца ряда так довязала я не довязала еще до конца довязываю до конца ряда и далее я буду вязать одну полочку и что касается сокращение на вот этот вот v-образный вырез девчонки я под лукой исследовала эти эти фотографии которые у меня есть вот что и ничего не поняла я не поняла как там то ли их вообще там нет на одной фотографии мне вообще показалось что там как бы при посажена передняя деталь в заднюю то есть задний вырез на задняя часть есть на передней этих сокращений нет просто передняя деталь при посажена в плечевой шов вот я только такое объяснение могу дать либо там сокращение в рукаве тут но я их там тоже не наблюдаю но не вижу я девчонки поэтому буду делать так как моя интуиция мне подсказывает значит для начала так вот придется вам вязать потому что я в данный момент я вообще не понимаю что я буду делать как бы то есть я буду сокращать вот мои 10 петель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 это у меня вот это вот планка я ее сейчас снова отделю и здесь я буду делать сокращение ну ну нам нужно следить за тем чтобы у нас узор то есть вот это сокращение у нас относится v-образному вырезу вот мы его сократили и оставили здесь у нас будет добавление вот здесь вот так это 17 ряд если вот повторяйте точно за мной значит мы под вырез горловины мы пустим пол рапорта чтобы потом у нас это все как бы выровнялась красиво знает значит вот я 2 вместе провязала здесь мне нужно провязать опять же 2 вместе но я не буду этого делать а не буду ни 2 вместе провязывать не ноги тела то есть здесь а просто провязываю 2 лицевые петли вернее 3 лицевые петли и делаю 2 вместе то есть заканчивая этот лепесток эти две вместе у нас компенсируется вот здесь вот накидом то есть здесь я упустила уже этот как бы рапорт тут еще у меня должны быть накиды и 2 вместе я их уже не делай я сделала только вот этот 2 вместе и накид здесь далее вяжу до конца ряда по узору к этому моменту вы уже насколько будете как бы знать этот узор чтобы поймете о чем я говорю если вы конечно же сейчас смотрите видео не не вязав этот узор то конечно будет непонятно так здесь и где у нас а вот сюда нам вяжем дупру мы там где мы 4 петли делали с одной и по вы будем поворачиваться так вместе и здесь смотрите 2 изнаночные накид лицевая и еще одна изнаночная вот то есть из этих четырех у нас получается лицевая узора и кромочная здесь кромочная лицевая и узора для этого делали эти добавления чтобы восстановить узор в обеих этих очках вижу я сейчас только вот эту вот часть какая же пряжа вообще волшебная девчонки и я вот эту вот деталь короче связала потом намочила разложила мне показалось она такая непонятная деформированная но она высохла прекрасно приняла форму разгладились эти лепесточки все получилось прекрасно так сокращение буду делать через три ряда поэтому здесь я просто провязываю 3 петли делаю вот эти вот вместе потому что здесь будет накид и вяжу ряд до конца по узору и изнаночной как лежат петли так следующий ряд мы делаем сокращение что я тут запуталась здесь я провязываю сразу после маркера две петли вместе и вот эти вот две петли вместе потому что здесь у меня еще будут накиды вот он третий накид и вяжу до конца ряда и изнаночный ряд так следующий ряд без сокращения у нас я просто вот видите провязываю последний раз две вместе но это относится к узору здесь я еще сделаю накид вот здесь вот последний больше не буду делать потом нет может и буду сейчас посмотрим значит здесь ряд без без сокращения вот эти две вместе у нас относятся к узору вяжу ряд и изнаночной так следующий ряд сокращениями так что у нас здесь нам нужно сделать сокращение его мы делаем теперь у нас по узору здесь должно быть 2 лицевые накид 2 вместе и накид что мы из этого сделаем 2 лицевые мы провяжем накид мы не сделаем но мы сделаем 2 вместе и накид из раппорта а это все у нас уже уходит под сокращение накид лицевая а здесь нормально вообще тут внизу не сделала накид как я могу так вяжу ряд до конца узора и изнаночный ряд так значит в этом ряду мы сделали сокращение в следующем мы не делаем так следующий ряд так здесь на сокращение не делаем здесь мы попробуем что у нас узором значит кусочек узора мы еще свяжем вот здесь вот вместе лицевая накид и дальше уже узор мы вязать не будем то есть до вот это его часть вот эту половину пол раппорта я уже последний как бы накид сделала в этом вместе вот накид дальше я делаю только в каждом четвертом через три ряда вот это вот сокращение а узор начинаем уже отсюда то есть вот это вот у нас перед перейдет сюда вот этот маркер дойдет сюда и все мы продолжаем вязать планку и узор а вот эти девять петель раппорта пол пол раппорта у нас уходит как бы на скос вырез горловины девчонки вчера уже была ночь глубокая я довязывала вот смотрите связала я от проймы видно вам видно два раппорта вот два полных раппорта при этом сокращение вот я с вами остановилась вот здесь вот или здесь где-то в общем где-то здесь вот они мои сокращения я сократила ровно пол раппорта это девять петель и осталось у меня два было два с половиной осталось полных два раппорта вот едва высоту я провязала и сейчас я эти петли оставляю вот это что касается передней детали значит от проймы у нас тут два с половиной половину сократили остались осталось два раппорта и высоту тоже два раппорта спинка у нас пять раппорта высоту два раппорта без полтора пока повторять здесь мы сделаем все-таки вырез я думала про рукав про скос плеча тоже мне что-то и там видно что там сокращение чулочную гладь переходят но не хоть и не хочется мне так делать поэтому я решила что я сделаю плечо ровным при этом вот этот как бы подразумеваемый скос который я все-таки хотела делать но я его подниму это плечо но сделаю как бы руках из каждой кромочной то есть за счет петли наберусь каждой кромочной и за счет этого рукав чуть-чуть при соберемся что у нас исправится потом в этого это не страшно но теми тем самым опустится плечо вот вот так вот я решила упростить это все дело вот значит провязала я это я пока оставляю спинка у меня смотрите два раппорта провязана и еще я провяжу значит у нас раппорт сколько у нас раппорт 27 рядов 28 рядов значит пол раппорта это 14 рядов и там это много на вырез горловины и спинки и я провяжу еще мне нужно провязать пол раппорта я провяжу 4 ряда и 10 оставлю на вырез горловины в общем сейчас по узору я вяжу 4 ряда и потом мы с вами сделаем вырез горловины здесь тоже видите вот пол раппорта у меня пошло чуть больше ровно и обязал а зачем не делала то есть убавила эти 7 до 9 петель и все и остановилась далее доказала ровненько в общем сейчас я вяжу еще 4 ряда от этой половинки как бы раппорта да я просто это это меня вторая половина узора да если так вот читать в общем смотрите от вот это и вот от этого момента где у нас одна петля в вершине вот этой листика мы вяжем еще 4 ряда потом делать будем горловик моя вечная проблема девчонки провязала я вот здесь вот 4 ряда и закрыла для плечика для разделения 9 средних петель это уже в пятом ряду как бы раппорта я же говорю моя вечная проблема не включила камеру в этот раз я не включила вот и рассказывая 5 на полчаса она говорила в общем у нас по сути остается нам нужно закрыть вот по центру один раппорт вот отсюда пусюда это то же самое что мы по пол раппорта закрыли с передние в передние деталях в передних деталях да и по бокам у нас останется по два раппорта я значит что я сделала я закрыла средние 9 петель здесь я уже две вместе не провязывала потому что не было накида вот узор начала делать в этом ряду в пятом в пятом от начала как бы средины раппорта это у нас в принципе это не среди ну да это среди на раппорта вот от средины если считать вот так узор начала вязать отсюда то есть здесь у нас полных два раппорта тут просто провязала лицевыми петлями а средние закрыла вот до этого у меня было две как бы дырочки и с пятого ряда начала вязать вот этот вот узор теперь сделаю скосы так в изнаночном ряду я не довязываю до конца две петли мы сделаем такой плавный переход поворачиваюсь и провязываю уже их вместе в лицевом ряду далее следующую петлю провязываю перебрасываем это я две петли закрыла и еще одну нет хватит это я закрыла две петли далее вяжем ряд вот до вершины без изменения и отсюда начинаем ввязывать узор так в изнаночном следующем ряду я снова не довязываю две петли провязываем их в начале ряда и этим самым закрыла еще одну петлю и вяжу далее так и снова третий раз я не довязываю две петли поворачиваю и закрываю последний раз вернее провязываю две вместе это наша последняя петля вот этого выреза провязываю два ряда так здесь нам нужно вот эту петлю закрыть но мы ее не закрываем так вот я делаю я просто не буду делать здесь накид вот этот вот я просто провязываю две вместе тем самым уравняв количество петель далее по узору так что если мы делаем провязываем последний изнаночный ряд вот она наша половинка теперь у меня вот эта полочка непонятно где сейчас мне нужно переснять это все дело чтобы добраться к этой полочке то есть закончила я это все дело у горловины и вот у меня вот это вот полочка ну она знает где перекрутилась не нужно провязать еще здесь один изнаночный ряд то есть я ее тоже переснимаю потому что она у меня там завертелась закрутилась перекрутилась в общем и провяжу еще один ряд чтобы быть в этом месте то есть у плеча и красивее будет потому что здесь у нас накид у нас не провязан и не красиво будет при закрытии петель закрывать петли сшивать мы будем крючком поэтому нам этот открытый накид не совсем нужен так значит я этот ряд еще провяжу так все довязала я до плеча и сейчас вот это плечико мы сошнем крючком потому что можно было бы сшить петля в петлю но я этого делать не хочу потому что мне нужно какое-то уплотнение этого шва им послужить ваш как шов крючком значит я с каждой лицевыми сторонами вовнутрь я сложила с каждой спицы снимаю по одной петли и провязываю крючком сильно не затягиваем ну и не рад не растягиваем чтобы шов как бы крючка было зафиксировано я закрываю петли до тех пор пока у меня не закончится петли спинки на передней детали их больше потому что у нас там планка они тоже есть так и последнего смотрите теперь у меня осталось здесь вот раз два три 4 5 и вот эту вот кромочную я одеваю сюда меня будет как кромочную здесь у меня еще одна нить от спинки в этой пряжи очень классно что ее можно присоединить и она потеряется вам же придется сделать здесь узелочек и а я вижу а я вижу планку свернулась на планку и сейчас я ее буду привязывать к спинке то есть еще у нас сшито видите и осталось у нас планка которым будем присоединять так лицевом ряду мы просто или провязываем без наночном ряду вяжем до конца ряда здесь остается вот это вот одна кромочная мы переснимаем поднимаем кромочную со спинки на левую спицу и эту петлю на левую спицу и провязываем вместе изнаночной поворачиваемся лицевой вяжем без изменений изнаночную присоединяем кромочную пока переснимаем следующая кромочная смотрите вот она поднимаем на левую спицу эту возвращаем и провязываем вместе таким образом мы продвигаемся до половины вот спинки продублировала я вот эту вот сторону вторую смотрите здесь я присоединяла в лицевом ряду вот и вот так вот они у меня сошлись значит вот эта часть первая которую я вязала у меня закончена у основания эта часть еще ряд я провязала и он закончен сверху потому что ой а у меня здесь сейчас я пересниму чтобы обе спицы были верху таким вот образом так и взяла оранжевую нить чтобы о иглу чтобы вам было хорошо видно вообще-то нужно отмерить три как бы длины самого шва но я вот так отмерила побольше не знаю зря в общем посмотрим значит что мы делаем сшивать будем прям со спиц я конечно же тоже не очень люблю этот способ точно так же как закрытие хотя закрытие уже привыкла петель иглой уже я его люблю значит что мы делаем продеваем иглу сверху вниз и вот в эту вторую петлю тоже сверху вниз снизу вверх получается эту сверху вниз снизу вверх и затягиваем далее возвращаемся сюда продеваем сверху вниз вторую петлю снизу вверх снимаем далее вторая петля сверху вниз это которая на спице снизу вверх всегда та которая спущена идет сверху вниз а та которая на спице снизу вверх сверху вниз снизу вверх здесь сверху вниз снизу вверх возвращаемся сверху вниз снизу вверх сверху вниз снизу вверх сверху вниз снизу вверх здесь подтягиваем чтобы было красивенько так сюда мы возвращаемся какие-то дюс дюс Продолжение следует... Продолжение следует... Вот видите, получается как будто бы здесь непрерывное вязание. Очень красиво получается. Так, и вот последние. Здесь я вот так вот закреплю. Вот. Тут у нас узелочек. Сделаем. Всё, и продену я крючком. Прямо вот эти две нити. И продену крючком наизнанку. Ой, не наизнанку, но как бы... Протяну. Один конец в одну сторону, второй конец в другую сторону. Продолжение следует... Так, и в принципе, основная деталь у нас готова. Нам осталось только рукава. Рукава мы будем набирать, петли мы не будем пришивать. Мы будем набирать и вязать круговую эти рукава. То есть, по сути, у нас получился, что на всем изделии у нас вот этот вот шов. Вот здесь у нас закрутится. И вот так вот он выглядит. И плечевой шов. И в принципе-то и всё. Да, и теперь рукава. Что касается рукава. Вот как раз у нас прекрасно здесь получается. Сейчас я ещё пересчитаю кромочные. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 18 петель прекрасная цифра и теперь я просто из каждой кромочной набираем по одной петли то есть всего 54 петли набрала я 27 петель девчонки далее вяжу поставила маркер начала ряда 20 27 набрала 54 петли 27 с каждой стороны и вижу узор в круговую здесь по схеме с первого ряда начинаете три раза вот этот вот по 8 18 петель 19 здесь у нас ее нету потому что в круговую и единственный нюанс здесь будет это четные ряды то есть если там они у нас были изнаночные по узору то здесь в принципе это то же самое они у нас по узору с лица сейчас мы все посмотрим вот я и закончила 3 раппорт 2 изнаночные все правильно теперь у нас получается маркер я поставила чтобы понимать где начало ряда где конец ряда вот и здесь мы просто вяжем по узору где у как лежат петли то есть где у нас лицевая только вот немножечко как бы за заднюю стенку здесь за переднюю лицевую разворачиваем ее накид провязываем просто изнаночной ой накид провязываем лицевой это очень важно вот лицевую разворачиваем накид лицевой изнаночной изнаночной все и вяжем далее 3 по узору изнаночный ряд как лежат петли но только теперь это будет наоборот чем как в поворотном вязании так девчонки вот по кругу вяжем мы наш узор единственно что хотела вам показать сейчас я довязываю до конца как бы ряда четный что у нас тут немножечко отличается поворот 2 вместе поэтому я хочу пройти один ряд и вам просто это показать так как это в круговую у нас петля повернута вот видите по-другому так я изнаночный ряд провязала сейчас начало следующего ряда и как раз я вам покажу еще стык в общем узора видите у нас как бы вот здесь начало ряда я вам хочу показать вот стык где у нас сходятся как бы сходится узор вот эти три вместе именно вот здесь вот здесь у нас не три вместе будет а вот начало ряда я провязываю как схеме у нас начало и конец ряда 2 вместе а здесь по сути надо было бы и эту петлю но она еще у нас будет провязана в конце ряда да вот этот рапорт и повороты сейчас вам покажу двух вместе значит в конце мы с вами провязывали просто в поворотных рядах здесь же мы поворачиваем первую петлю и провязываем две вместе чтобы выглядело одинаково какие-то далее вяжем по узору здесь по узору она сама просится вы будете понимать я думаю что если вы свяжете основную деталь то вам не составит труда тут понять что куда должно быть поведен ну так а с эту мы вяжем вот так вот слева направо провязываем поворачиваем ее вправо здесь у нас три вместе вяжем так как и вязали до этого здесь я поворачиваю первый хотя можно повернуть обе я думаю понятно что еще хотела сказать что сам рукав у нас будет два с половиной рапорта сокращать я не буду из-за узора опять же опять же чтобы не нарушать узор не будет никаких сокращений я делаю таким вот образом это мой вымысел лучшим я смотрю там тоже рукав ровные в оригинальной версии поэтому это они меня как бы мотивировали на такой рукав один раппорт вот я сейчас его посмотрите либо одну как я делаю либо обе поверните вот она принципе здесь вот эта петля видите роли не играет вот первый рапорт я вам вижу обычной плотностью далее последние как бы потом еще полтора рапорта которые останутся я буду вязать чуть-чуть туже либо вы возьмите не так спицы на размер меньше либо держите туже я лично буду вязать просто поплотнее буду больше затягивать именно этими спицами вы смотрите как вам удобнее либо поменяйте спицы либо вяжите на этом на этих но немножечко больше затягивайте чтобы сузить немножко к низу к рукав чтобы не делать вот эти сокращения а просто так за счет плотности сузить рукав девчонки я считаю что это оптимальное самое простое решение в конце ряда у нас остается вот эта одна петля которую нам нужно сократить мы переснимаем сюда то есть мы нам ей нужно сократить она аннулируется вот это получается в раппорте последняя петля я и переношу и просто со следующей провязывают 2 вместе таким вот образом здесь просто у нас два раза по 2 вместе вместо того чтобы было три вместе да как как в схеме ну так как у нас поворотные ряды то у нас таким вот образом вот и дальше вяжу по узору до конца этого рапорта и потом еще полтора но уже чуть поплотнее смотрите девчонки она особо то и незаметно да что я не связала ту же это то что я говорила что здесь нужно вязать желательно но вот так вот если приложить то видно что это посвободнее это потушить сейчас я перехожу на рисунку один на один и меняю спицы 4 миллиметра и вяжу резинку один на один сколько у меня внизу сколько у меня внизу 9 рядов по моему 1 до 9 рядов я вижу резинку 119 ряду и потом закрываю иглу и девчонки видео по закрытию петель иглой под ссылочку под видео я оставлю можно конечно закрыть так как вам удобно это уже не принципиально так девчонки постирала я высушила я конечно же стирала ложила если это пряжа лана голд ее можно гладить если это пряжа супер лана классик ее можно гладить то есть не обязательно раскладывать и сушить я очень долго сушила очень потому что если это акрил он да он впитывает я обычно полотенчиком промокаю и потом что я делаю потом досушил обязательно промокаю значит что у нас по поясу пояс я вязала из 5 петель как его вязать я обязательно добавлю ссылочку как я вязала на 2 на 2 спицах он вяжется очень просто вот из 5 петель вот я затягиваю полтора метра нет сейчас скажу сколько я длину его связала 2 метра длина этого пояса так и сейчас мне осталось сделать шлепки для пояса значит два метра пояс так вот выглядит очень красиво тогда брутно значит что касается шлевочек я и буду делать крючком вот мы находим нашу пройму от проймы отступаем вот здесь вот видите это если сантиметра так если сантиметрах то это у нас от плеча 50 сантиметров вот здесь видите у нас как раз листик здесь у меня здесь я буду делать эту шлевку крючком так подождите я вот так вот прям захвачу нет над над вот этой той дыркой захвачу провяжусь небольшую просто чтобы сюда влез 1 2 3 4 5 вот как раз вот здесь вот прикреплю это конечно же вы можете подкорректировать на себе вы одеваете и держите в общем распределяйте шлевку там где она вам нужно так это все делаю отправляю на изнаночную сторону и вторую делает точно так же в принципе все вот и весь кардиган вот здесь у нас будет продет пояс все девчонки и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»